Всем привет! Сегодня поговорим о моем самом любименьком, о тоналочках. И вот мне, кстати, интересно, многие из вас такие же, как я. Вот когда-то у меня была очень нездоровая обсессия по поводу палеток теней. Мне хотелось абсолютно все, которые только выходили. Сейчас же тени как-то меня редко уже будоражат. Сейчас мне хочется абсолютно все тоналки. И мне кажется, это такая стандартная эволюция в косметике, потому что сначала, когда тебе 20, наибольшие акценты делаешь на глаза. Ну, по крайней мере, это из того, что я наблюдала. А чем старше ты становишься, тем больше ты переходишь к нюду, и тем больше обращаешь внимание на состояние кожи, и потом подключается уже какой-то классный уход, и меньше декоративки. В общем-то, много слов и ни о чем. Короче, надеюсь, вы поняли. Сегодня мы будем с вами говорить о самых лучших тональных основах, по моему мнению. Сразу предупрежу, это видео будет наиболее полезным для тех, у кого схожий тип кожи и состояние кожи с моим. У меня сухая кожа, и я люблю легкое покрытие. Но не отчаивайтесь, если у вас, наоборот, жирная кожа, и вы любите плотное покрытие, потому что в конце я упомяну две тональные основы, которые на себе я не использую, потому что они мне не подходят по типу кожи. Но в то же время, если я буду делать макияж для кого-то, у кого жирная кожа, вот я, скорее всего, буду использовать либо одну, либо вторую. Об этом обязательно поговорим в конце, а сейчас давайте приступать. Передо мной сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тональных основ, но все они разные. И начать я хочу с повседневных тональных основ. И сразу объясню, что для меня повседневная тональная основа. Это тональная основа, которая практически не видна на лице, которая хорошо лежит, увлажняет, мою кожу не пересушивает. В то же время у нее нет какого-то сумасшедшего покрытия. Это просто что-то, что сделает меня красивее, но при этом оставит кожу более естественной. И для меня также важно, чтобы состав повседневной тональной основы не содержал какую-то гадость, чтобы я могла легко это использовать ежедневно, и не думать о том, что что-то портит потенциально мою кожу. И первая тональная основа в этой категории, которую я вам хочу показать, это YSL Tushikla All-in-One Glow. Вы знаете, когда я впервые нашла эту тональную основу, я не могла поверить своему счастью, я вообще не думала, что такие тональные основы существуют. Она по ощущениям, когда ее наносишь, и, кстати, сегодня она у меня на лице, она ощущается просто как увлажняющий крем. Даже ощущается такой какой-то холодок и влага во время того, как наносишь тональную основу, очень сильно это похоже именно на уход. То есть, если взять, к примеру, какой-то гелевый увлажняющий крем, вот очень будут похожи ощущения в нанесении, как у этой тональной основы. Состав у нее замечательный. Она очень мало чего перекрывает, хотя я не могу сказать, что у нее ничтожное покрытие. Это скорее от легкого до среднего покрытия. Меня это вполне устраивает. Еще одна особенность этой тональной основы, которая далеко не всем понравится, это то, что она очень сияющая. И сияние у нее именно такое, как супер увлажненное лицо. И сияет она именно по всему лицу. То есть, вот как ни смотри, как ни поворачивай лицо, и на скулах, и на лбу, и на подбородке, и на носу. И вот такой вот эффект, на мой взгляд, идеально подходит для более такой уставшей кожи, когда вам хочется своего рода как бы взбодриться, да, выглядеть немножко более живой, как после какой-то косметологической процедуры, типа биоревилитализация, вот что-то такое, чтобы кожа просто сияла. Также после ее нанесения остается такое липковатое ощущение. Кого это раздражает, тем обязательно нужно будет ее закреплять пудрой. А кому это ощущение нравится, а нравится оно в основном тем, у кого именно сухая кожа, потому что наоборот, когда у тебя сухая кожа, чем что-то жирнее ты нанес, и чем больше ты ощущаешь вот этот какой-то жирок на лице, тем тебе более приятно. Вот я, например, отношусь именно к этой категории, я ее не закрепляю пудрой, потому что мне не хочется вот этой сухости наоборот на лице, мне хочется, чтобы все было комфортно, и в зеркале, чтобы это выглядело так, как будто у меня очень красивая, здоровая, сияющая кожа. Единственное, я, наверное, соглашусь с тем, что вот этот вот липковатый финиш, и вот это излишнее такое сияние, ну, наверное, не всегда хочется. Поэтому у меня есть вторая тональная основа, которая также является повседневной, и которая очень похожа на VSL, но не имеет вот этих всех особенностей. И я сейчас говорю о тональной основе от Estee Lauder Double Wear Nude. У этой тональной основы консистенция очень жидкая, она действительно как вода, при этом покрытие у нее тоже, не сказать, что ничтожное, оно привязательно такое же, как и у VSL, полностью выравнивает общий тон лица, и может скрыть какие-то там незначительные недостатки. При этом она максимально похожа на естественный финиш, она и не слишком сияющая, и ни в коем случае не матовая. Однозначный плюс этой тональной основы в том, что я ее выбираю для себя, когда мне не хочется думать вообще о том, что у меня происходит на лице. То есть я знаю, что у меня будет загруженный день, и в то же время я не хочу постоянно там смотреть в зеркало, поправлять макияж, или смотреть, не поплыло ли тут чего, или если на улице жарко, а я нанесла, например, в VSL, то у меня лицо может вспотеть, и выглядеть это прям вообще супер глянцево на лице, что уже будет не очень красиво. В то время как вот это нанес и просто забыл до конца дня. Ну, по крайней мере, для тех, у кого сухая кожа, как у меня. И несмотря на то, что эта тональная основа более стойкая и, скажем так, более предсказуемая на протяжении дня, абсолютно нет никакого состояния дискомфорта, я имею в виду ни сухости, ни стянутости кожи. Вот вообще абсолютно ее как будто не ощущаешь на лице. Теперь хочу показать вам два бюджетных варианта. Я не могу сказать, что это аналоги предыдущих тональных основ. Вот аналогов реально здесь мало. Вернее, один единственный аналог, который я подобрала более дорогой тональной основе. А вообще они, в принципе, все разные. И из бюджетных тональных основ моей, наверное, самой любимой на данный момент является тональная основа от Avon. Из линейки Avon True это Flawless Ultra Matte Foundation. И независимо от того, что здесь написано Ultra Matte, пускай вас это не отпугивает, особенно тех, у кого сухая кожа, я бы вообще не назвала ее ультраматовой. То есть, когда представляешь ультраматовый, кажется, что это, знаете, лицо, которое похоже на растрескавшийся асфальт, пересушенное такое. Самое главное достоинство этой тональной основы в том, что у нее абсолютно невесомая текстура. Такое впечатление, что просто когда ее наносишь, кожа ее впитывает и оставляет просто пигмент. Но пигмент этот не ощущается, как пудра на лице или как что-то такое, а вот просто как будто это соединяется воедино с твоей кожей. У этой тональной основы абсолютно точно так же, как и у предыдущих. Я бы сказала, от легкого до среднего покрытия. Очень красиво носится тоже на протяжении дня. И, кстати, абсолютно на все тональные основы, которые я вам сегодня покажу, у меня есть отдельные отзывы. Поэтому, если вас что-то заинтересовало, переходите в описание под видео. Там, помимо ссылки, где купить, будет ссылка также на полноценный обзор. И там вот прям и макро можно будет посмотреть, и стойкость на протяжении дня. И тогда вы сможете сделать выводы, насколько вам это точно подходит или нет. Здесь же это, знаете, такое общее руководство, общий обзор. Если же вам хочется бюджетный вариант, но при этом немножко больше покрытия, немножко более вечернюю тональную основу, что я тоже подразумеваю под вечерней тональной основой, на мой взгляд, это уже должен быть немножко более плотный тон, который днем может даже смотреться немножко как маской, но в то же время вечером, при вечернем освещении, при искусственном освещении, это делает лицо абсолютно безупречным. В общем, также это на фотографиях очень красиво выглядит. Потому что если на вечер использовать что-то из этого, то, скорее всего, искусственное освещение будет вытягивать из вас какие-то недостатки. Больше будут проявляться какие-то пигментные пятна. Где-то, если у вас есть какие-то прыщики, вот пигментация этих прыщиков может сквозь них при искусственном освещении проглядывать, тогда как днем этого не случается. Так вот, бюджетная, но вечерняя тональная основа, на мой взгляд, это арт-визаж, тональный крем устойчивый. У этого тона уже не такое прозрачное покрытие, это скорее такое вот кремовое ощущение, то есть когда наносишь, ощущается вот именно текстура тонального крема, не геля, не какой-то легкой водички, а именно крема. При этом я не могу сказать, что тональная основа инородно как-то выглядит, или эффектом маски. Нет, ее в принципе можно использовать и в дневное время. Она тоже достаточно красиво выглядит, но вот как выглядят те, которые я показывала раньше, мне нравится немножко больше. Опять-таки, при том, что называется тональный крем устойчивый, это абсолютно никак не влияет негативно на ощущение на лице. Абсолютно комфортно носится, нет ни ощущения ни стянутости, ни сухости, ни какого-то раздражения в конце дня. Стойкость тоже очень приличная, в конце дня тональная основа выглядит практически точно так же, как и когда я ее наносила с утра. Если вы хотите идеальный тон на выход, я могу вам предложить ужасно дорогущий вариант, но в то же время эта тональная основа действительно красиво выглядит. И эта тональная основа от La Mer, The Soft Fluid Longwear Foundation. Вот эта тональная основа еще более плотная, чем Artvisage, ее практически нереально нанести прям очень тоненьким слоем. Для дня я поняла, что это немножко перебор все-таки, потому что днем она все-таки может выглядеть вот как уже немножко заштукатуренное лицо, по крайней мере на мой вкус. Но вот вечером это просто что-то нереальное, это как будто новое лицо в бутылочке. Каждый раз, когда у меня какое-то особенное событие, которое предполагает вечерний выход, то я всегда беру вот эту тональную основу, ни разу она меня не подводила, прекрасно смотрится. И также эту тональную основу я не раз уже тестировала в более возрастном макияже, приблизительно таком, скажем так, в диапазоне 40-50 лет. Она смотрится изумительно просто. Лицо сразу свежеет и выглядит так, как будто с обложки дорогого журнала. Но вот, кстати, в более возрастном макияже мне эта тональная основа не нравится, не понравилась мне эта тональная основа в более возрастном, я имею в виду там 55+, и для этого возраста я бы не советовала вам эту тональную основу. У меня, кстати, есть тон, о котором мы поговорим чуть-чуть позже, вот он как раз идеально подходит для любого возрастного макияжа. А сейчас я хочу показать вам аналог от La Mer. Если La Mer для вас это все-таки дороговато, если вы визажист и вы хотите иметь что-то такое в своей коллекции, но в то же время на La Mer пока не согласны раскошеливаться, хочу предложить вам попробовать PS Lifting Foundation. На мой взгляд, это единственная в моей коллекции тональная основа, которая реально похожа на La Mer. У нее тоже достаточно плотное покрытие, тоже такое вот кремовое ощущение, когда ее наносишь на лицо. Она абсолютно так же начинает светиться, как будто изнутри. За счет этого наверняка она и называется лифтинг. И вообще, в принципе, лифтинг тональной основы, не рассчитывайте, что они прям, знаете, кожу вам подтянут. То есть это скорее просто такой вот сияющий финиш, который очень хорошо освежает лицо. Вот это мне очень понравилось, и при этом она стоит раз, наверное, в 10 дешевле, чем La Mer. Так, что еще я могу сказать об этой тональной основе? Покрытие у нее среднее, даже можно сделать чуть выше среднего. Хорошо перекрывает основные недостатки, но, естественно, с такими уже серьезными проблемами, как, например, пигментные пятна или акне, она не справится. На мой взгляд, тоже она отлично носится на протяжении дня, не заваливается никуда в морщины, не трескается. Опять-таки, абсолютно комфортные с ней ощущения. Так, в принципе, я вам рассказала абсолютно о всех тональных основах, которые я использую на себе. И в зависимости от того, какое у меня настроение, какой у меня день, какие у меня потребности, я выбираю или одну, или вторую, или третью, или десятую. А сейчас я хочу рассказать о трех тональных основах, которые для себя я практически никогда не использую, но в то же время они идеально подходят для определенного типа макияжа. Помните, я вам говорила, что я вам посоветую идеальную тональную основу для возрастного макияжа? Так вот, в моей коллекции самый идеальный тон для этих случаев это Lumine Natural Glow Fluid Foundation. Эта тональная основа невероятно глянцевая, но при этом у нее более плотное покрытие, чем, например, у тона YSL. YSL имеет совершенно другую текстуру и совершенно другой финиш. Вот YSL выглядит просто как увлажненное лицо, тогда как Lumine это именно глянец. Вот знаете, такой вот именно журнальный глянец. И вот именно из-за этого финиша она мне больше всего нравится именно в возрастном макияже, потому что в возрастном макияже очень важно оживить лицо, вернуть ему какую-то свежесть, юность, какое-то ухоженное состояние. И вот, на мой взгляд, вот эта тональная основа справляется с этим идеально. Идеально. Когда ко мне в гости, к примеру, приезжает мама, то вот это единственный тон, который мне нравится, как на ней выглядит. Все остальные смотрятся либо слишком сухо, либо как-то они слишком видны на коже. Вот это делает нужный эффект и при этом не перегружает лицо. Покрытие у этой тональной основы среднее и стойкость достаточно приличная, за что я тоже ее люблю, потому что я не люблю возрастной макияж, опять-таки, закреплять какими-то пудрами. Я скорее воспользуюсь какими-то фиксирующими спреями для макияжа, потому что пудра сразу портит и сразу добавляет морщин, независимо от того, какая она дорогая или недорогая. Там супер качественная, расхваленная абсолютно всеми визажистами и бьюти-блогерами. Вот все равно, если используешь пудру на возрастном лице, сразу появляется ощущение сухости. Теперь пойдут тональные основы, которые не прикасаются просто к моему лицу, потому что это категорически не то, что я люблю. Это тональные основы, которые гораздо лучше подойдут для комбинированной и жирной кожи. Если мне нужно сделать макияж для кого-то, у кого жирная кожа, проблемная, пористая кожа, я, скорее всего, возьму Estee Lauder Double Wear. Это классика, уже миллион лет она продается, и действительно, это, наверное, самый лучший вариант для такого типа кожи, когда нужно и покрытие, и чтобы держалась очень стойко и выглядела красиво. Вот она не выглядит супер маской, вот так, что прям лицо, знаете, такое заштукатуренное, но в то же время она одна из немногих, кто реально может побороться с кожным салом, и эта тональная основа так быстро не начинает плыть, течь, разрушаться на лице и выглядеть отвратительно. Как я уже и сказала, это достаточно плотное покрытие, то есть с этим тоном можно уже рассчитывать, что перекроются основные недостатки, в том числе и акне, которые потом вот слегка нужно будет доработать, если прям вот очень проблемное лицо, то, понятное дело, потом нужно будет слегка там кое-где доработать. Очень мне нравится ее стойкость, безупречно она выглядит и на фото, очень люблю ее для комбинированной и особенно жирной кожи. И последняя тональная основа, которая также отлично подходит для жирной кожи, это Fenty Beauty тональная основа, которая называется Pro Filter. Вообще история этой тональной основы заключается в том, что Риана, владелица этого бренда, создала эту тональную основу для себя. У нее тоже очень жирная кожа, она постоянно жаловалась на то, что ей не нравится, как на ней выглядят другие тональные основы, они разрушаются, они не перекрывают, они не подходят для ее выступлений, для ее очень перенасыщенного графика. И она создала вот эту тональную основу, которую просто нанес, и она как цемент вцепилась в твое лицо и держится ровно столько, сколько ты захочешь, пока ты ее не смоешь. Если вы хотите, чтобы она держалась три дня, она будет держаться три дня. Если вы захотите, чтобы она была на вас неделю, вот она будет на вас неделю. Ну, я здесь, конечно, немного утрирую, но я думаю, вы поняли аналогию. Я считаю, что эта тональная основа реально лучше всего подходит для таких вот сумасшедших графиков и для жирной кожи. Я не могу сказать, что я влюблена в то, как она выглядит на лице, потому что она все же имеет такой немножко более эффект маски, но в то же время она настолько цепляется за вашу кожу, что даже когда вы ее смываете, она очень не хочет покидать ваше лицо. Из огромных плюсов тоже то, что огромная растяжка оттенков, там можно подобрать как совсем белый молочный оттенок, так и уже супер темный. И также у этой тональной основы достаточно плотное покрытие, и абсолютно точно так же, как и Estee Lauder, перекрывает основные недостатки. Для сухой кожи мне не нравится, потому что она сразу начинает трескаться везде, во всех морщинках, везде заваливаться, выглядит сухо начинает очень сильно, причем очень быстро. Но для жирной комбинированной кожи и для тех, у кого очень длинные рабочие часы, или просто вы должны быть уверены в том, что вы нанесли и это продержится, то тогда вот Fenty Beauty отличный вариант. Ну вот, собственно, и все. Это были мои самые любимые тональные основы. Наверняка многие из вас спросят после просмотра этого видео, а какие же аналоги я могу порекомендовать для жирной кожи, но не люксовые, чтобы стоили немножко дешевле. Здесь я вам могу порекомендовать либо NYX Can't Stop, Won't Stop, либо Maybelline Superstay 24 часа стойкости. Я не могу сказать, что эти тональные основы вот прям мои фавориты-фавориты, да, вот они прям доходят до вот этого статуса. Но в то же время это те тональные основы, которые, на мой взгляд, наиболее близки к той же Fenty. И одна и вторая, на мой взгляд, лучше всего подходят для комбинированной и жирной кожи. Тоже они после нанесения оставляют что-то такое более пудровое. Уже создается ощущение, как будто тон закреплен сверху какой-то тонкой вуалью пудры. У NYX покрытие просто феноменальное, перекрывает практически все, как штукатурка. При этом все эти тональные основы видно на лице. То есть это не что-то такое полупрозрачное, как будто ваша собственная кожа. Нет, эти тональные основы видны. И скажу сразу, в конце дня они могут выглядеть маской, особенно если для этого создаются условия. То есть вы очень сильно потеете, у вас много вырабатывается кожного сала, вы постоянно поправляете макияж, наслаиваете пудру и так далее. Ну, в общем-то, как-то так. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Обязательно напишите в комментариях, какая у вас самая любимая тональная основа. И не забудьте указать свой тип кожи. Потому что мне кажется, что ваши комментарии тоже станут отличнейшим дополнением к этому видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь. Не забывайте ставить лайки, если это видео вам понравилось. И также YouTube сейчас предлагает вам другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, вот сейчас самое время посмотреть. А если вы их смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.